Мои хорошие, всем привет! Всем доброе утро! Доброе, прекрасное утречко! Записываю вам ролик, с вами кофеек выпью. Какая пеночка, посмотрите! Какая пенка! Восхитительная! Прелесть! Крошечка с украинным! Сейчас кофе выпью, у нас потеплело, потеплело ветер, но относительно той температуры, что была на неделе, намного теплее. Не знаю, лето, конечно, позднее в этом году, но оно не расстраивает. Наоборот, хорошо, жары нету, наоборот, хорошо. Так, что мне там пришло? Такая красоточка, вам с утра настроение поднимаю. Покурю сигаретку, курение вам не пропагандирует, но я курю, я курю. Сегодня хотелось бы как-то чуть-чуть на комментарии ответить. Не знаю, всегда отвечаю на комментарии. Эфиры провожу, с публикой общаюсь. Главное для блогера, это общаться с публикой. Главное не быть, как бы, только на своей волне. Главное вот это, чтобы обратная связь была. Это самое важное для любого блогера. Мне там комментарии написали, есть блогеры, раз в неделю видео выкладывают. Значит, у этих блогеров, у них канал хобби это их, или еще что-то. Возможно, они не подписывали с ютубом никакие договоры. Я не знаю, за кого вы говорите и про кого. И еще раз, большая просьба, не писать мне в комментариях про других блогеров. Не писать. Про меня пишите, про других не пишите. И также и про меня на других каналах писать не надо. Это некрасиво, во-первых. Это аморально, можно сказать. У каждого свое направление, у каждого свой канал. И каждый несет свою, имеет свою публику и работает для своей публики. Я в рекламе не нуждаюсь, и других у меня не надо рекламировать на канале. Вегетарина. Ой, как хорошо. Кофеек, сигаретка, это прелесть. Это прелесть. Наслаждаюсь. Настроение, как вы видите, хорошее. Настроение отличное. Мой цветочек, конечно, немного засох. Листики внизу засохли. Надо их оторвать. Холодно было. Вот сейчас потеплело. Видно, что аж распускается. А холодно было, и листья пожелтели. Это не есть хорошо. Просыпайтесь. Воскресенье. Всем отличного дня, отличного настроения желаю. Хоть вы хейтеры, хоть вы не хейтеры. Кстати, там писали комментарии. Это мне можно лицесвить на вокзале будет, когда я буду езжать. Отпечу. Да никогда. Никогда на вокзале я не буду. Я отсюда буду уезжать. У меня уже договор есть. Я отсюда буду на машине уезжать. То, как я тут посуду купила. Я тут технику кое-какую купила, которой пользуюсь. И которую я не буду оставлять. У меня такой манеры нет. Что-то бросать, что-то выкидывать. Если оно хорошее, его можно еще... Оно будет слушать и слушать. Я, конечно же, отсюда уеду на машине. Есть специальные грузовые машины. Мне, в принципе, люди пообещали, которые отвезут. Посмотрим, посмотрим. Я же говорю, кто на канале постоянно, кто подписан, вы все увидите. Весь мой путь. Я всегда со своим зрителем, я всегда откровенно, всегда говорю, вы мою жизнь можете наблюдать. У меня канал жизненный. Там часто пишут, про что канал. Канал жизненный. Тема жизненная. Есть хорошие, есть плохие, но жизненные. Такая, как у нас жизнь вообще происходит. Никакого чего-то наигранного, ничего у меня на канале нет. Если хорошее настроение, я выхожу к вам с хорошим, позитивным настроением. По поводу того, когда я уеду, я уже говорила. В этом году так планирую, что точно уеду. Вот в этом году, потому что у меня есть свои планы, свои идеи. Не буду все карты вам раскрывать. Это было бы глупо с моей стороны. Я знаю, что многие зрители интересуют это, многих зрителей. Но все карты пока открывать мы не будем. Посмотрите, посмотрите. Прекрасно. Лето, пляжи. Честно, не люблю. Вот это ездить куда-то на море. Люблю ездить туда, где я знаю. Вот, например, в Грузию. Смотрела в интернете, водила через гугл-переводчик купить билеты на Грузию. Берлин, Грузия. Есть рейсы на Тбилиссе. На Патуме я не нашла рейс. Есть на Тбилиссе рейсы, но по цене от, если я не ошибаюсь, от 800 евро. Это колоссально дорого. Это только ваткин конец билет. Это колоссально дорого. Я с Украины, с Харькова ездила. 250 долларов у нас стоило. В Гривнях я платила. Когда с Украины ехала, в Гривнях с Грузией. Я вообще брала в Украине. Туда и обратно билет. Но в Грузии я за Лары. Если не брала туда, обратно за Лары покупала. Кстати, с Грузией, если брать в Ларах по курсу, то всегда обходилось намного дешевле. Но все равно я брала билеты. Потому что могло быть такого, что не было билетов. Потому что очень много людей. Вот сколько я летала на самолете. Два часа, кстати, лететь. Харьков по Туме. Прямой рейс был. Там такси брала. Или меня родственники встречали. Отлично всегда. Я знала, я еду. Я знала, что я еду в определенное место. Я знала, что мне не придется где-то там ныкаться. В неизвестном городе. А вот так ехать, если в неизвестный город отдыхать, это просто ты устанешь. Это устанешь. Как классно на море жить. У моря жить как классно. Не надо никуда найти отдых и ездить. Никуда не надо ездить. Вот ты живешь у моря. Это кайфово. Это кайфово. С другой стороны, мне климат не подходит. Нет, климат не подходит в том отношении, что если у моря живешь, то это постоянная шаран. Это просто нереальная шаран. Помню, когда я в Руси летом была, вот именно июнь, июнь, июль, месяц, август, такая шаренда стояла. Это просто нереальная. Я просто... Хотя у людей кондиционеры там, в квартире климат хороший, но ты днем просто никуда не можешь выйти. Это или рано утром, надо рано проснуться, что мне тоже очень сложно. Идти на море, идти погулять по городу. Или же... И, кстати, вот в Грузии, в Подуме, именно с утра, с утра прямо народа полно на улице. Или же поздно вечером, после семи, уже вот такая жизнь кипит, и можно выйти. А так, честно, климат... Больше климат не подходит, когда прохладно. Прохладно. Ну, честно, вот это... В Турции была, в отелях останавливалась. Там у меня родственников никого нет. В отелях останавливалась, конечно. Отели хорошие, обслуживание хорошее. Ну, сервис. Сервис на высшем уровне в Турции. Но все-таки, все-таки есть свои нюансы. Ты все равно, это не твоя кровать. Ну, в принципе, как и везде, когда ты куда-то едешь, я лично с тебя некомфортна. Мне надо хотя бы неделю, это адаптация. Я никогда не могу выспаться. Вот никогда. Если куда-то еду, я никогда выспаться толком не могу. Я приезжаю когда домой, я просто неделю, неделю я прихожу в себя. Я отсыпаюсь, я адаптируюсь. Потому что я, когда на свою кровать лошусь, это другое ощущение, это вообще другое мировоззрение. А когда ты в чужом для тебя месте, это, конечно, катастрофа. Для меня это огромная катастрофа. Есть, безусловно, люди, которые любят ездить, которые любят путешествовать, я к таким людям не отношусь. Я, в принципе, и по молодости, я любила куда-то поехать, но так особо я не любила. Вот именно глобально, чтобы постоянно куда-то ездить. По работе приходилось, по работе приходилось ездить. Это огромный минус, стоит эта работа по найму. Огромный минус, что ты мало времени проводишь дома. Работать в режиме онлайн намного проще, конечно, особенно для таких людей, как я. Вот вы обобщаете, что надо работать где-то на заводах. Это все вы по старинке мыслите. Люди, каждый человек выбирает работу для себя. Я вот к 30 годам уже выбрала работу, которая мне импонирует, на которой я себя комфортно чувствую. А вот это постоянно ходить, постоянно... Я, кстати, редко, когда бывали у меня такие смены, что приходилось рано встать, это бывали, но это очень месерные. И то в последнее время я отказывалась, просто брала и отказывалась. У нас, кстати, в Украине руководство всегда считалось со своими подчиненными. Всегда шло на уступки, если человеку некомфортно, его никто не составлял. Принудиловки у нас не было. Так что вот так. Кофеечек хрявнем. Ой, божественно. Божественно. Просыпайтесь, мои хорошие, улыбайтесь, начинайте утро с улыбки, тогда у вас в жизни все будет отлично. Всем процветания, всем миром, добра, хороших, положительных эмоций, и все будет у вас хорошо. На день, я думаю, вас зарядило хорошим настроением. У меня канал позитивный, бывают, конечно, моменты негативные, но больше стараюсь подарить вам, моим зрителям, позитива, позитива, мира, любви и всего наилучшего. Это главное. В нашей жизни очень не хватает вот этого состояния радости. А радость в чем заключается? В чем заключается радость? В том, что надо творить добро. Когда ты добро несешь, оно тебе и возвращается. Вот я заметила, я всегда, когда добрые дела делаю, я их стараюсь часто делать. А ну, потом и настроение хорошее, позитив. Вот так. Так что я вам желаю, творите добро, наслаждайтесь позитивом. И вся жизнь, вот утром встали, подошли к зеркалу, как я вас учу в своих роликах. Улыбайтесь, наслаждайтесь, говорите комплименты. Комплименты себе, комплименты людям окружающим. И тогда у вас жизнь будет насыщенная. Насыщенная позитивных, хороших, добрых эмоций. И обязательно для хорошего настроения, обязательно ставьте лайки на видео. Пишите хорошие комментарии. Потому что то, что вы пишете, оно вам и вернется. Всех обнимаю, всех целую. До скорой встречи. Кто не подписан, обязательно с вас подписочка.